МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новины региона. У студии Катярина Градницкая. Вітаю вас и сегодня в выпуску глядите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Незалежную проверку проведет прокуратура, свою отзнаку трагеды со школьниками, дал прокурор в области Александр Чадзюк. Не обмежеваны в бизнесе, предпринимательство может быть безбарьерным, показали в Бабруйске. Цекавые и несумные, как выкладать докладные навыки лирично, у Могилев съехались физики и математики из Беларуси. Стан хлопчика, который потерпел после падения бетонной плиты, в Могилеве застается вельми тяжким, нестабильным, кажутся медики. Ему провели операцию, яка сягнулась до половы шостого ранницы. У малого смогли спынить кровотек, нагадаем, трагеды отбылась 1 листопада. На закинутой будовле дома, недалеке от едновески «Зеленый гай», у километра от микрорайона с подорожник, гуляли хлопчики. Что здарылся потом, не могут отказать пакуль. Докладно ни эксперты, ни следчая, вядома, что дятей прытиснуло бетонной плитой перекрытия. Гэта в ушне 45-й Могилевской школы 9-10-и годов. Один помер на месце, другий у тяжким станец находится у больницы. Заведена криминальная справа. Свою отзнаку здарению нашим журналистам дал прокурор в области Александр Чадюк. Это пока начало расследования уголовного дела. Как будут квалифицироваться действия тех либо других физических, может быть, юридических лиц, это будет известно уже по мере расследования уголовного дела. Прокурор в области отзначил, что по факте здарения прокуратура проведет свою незалежную проверку и даст юридичную отзнаку. По словах правооховников, по будовлю, на якой отбылась и трагедия, спынили 7 годов тому. Яна была не огороджена и не была законсервована. Принято решение целенаправленно по ведомствам, по собственникам провести вот эти проверки и те дома, те сооружения, которые не законсервированы, которые разрушаются, снести. Я думаю, что эта работа будет проведена все-таки на должном уровне. Наталья Ильинич, Юрий Ласов, Новин Аргийона. По традиции, звернуться с питаниями до представников улады жихары в области смогут в субботу, час 4-го листопада. В Могилеве и Бабруйске и во всех райвыконкамах Могилевшины так само пройдуть промые телефонные линии. С 9 до 12 годин у Могилевским Абл выконками промуют телефонную линию проведе керауник с правами Рыгор Воронин. Кали у вас есть питание по контролю за выконанием документов типа работе со зворотами громадян и юридичных особ, телефонуйте. Нумер у Могилеве 50 18 69. У Могилевским гарвыконками ваше телефонование будет проймать первый наместник старшини Александр Потемкин. А у Бабруйску промоют телефонную линию проведе Людмила Пагуда, керауник с правами бабруйского гарвыконкам. Бизнес-семинар для людей с обмежованными махчимостями у Бабруйску организовали тематичные тренинги и показали, что предпринимательство может быть безбарьерным. Какие тяжкости возникают у тех, кто створяет бизнес с нуля, расскажут корреспонденты. Таких, как Яуген Соловей, называют людьми с обмежованными махчимостями, а лебезмежным оптимизмом. Йон индивидуальный предпринимательник и супрационник белорусско-канадской компании. Займается распроцовкой интернет-сайтов. На рынке ценятся навыки в первую очередь. Если я могу приносить прибыль, то неважно, кто я. Инвалидность вообще роли не играет. Организаторы семинара под названием «Створи свой бизнес с нуля» объеднали больше за 20 человек с обмежованными махчимостями. На форуме потенциальным бизнесменам допомогли не только с рекомендациями по подпринимательству, а и, как кажут, взяли гостей с поспеховыми бизнесменами. Деловые люди с опытом подялились своими сократами по успеху. Существует альтернатива трудоустройству. Если есть какие-то проблемы в этом направлении, соответственно, человек может сам себя занять, найти себе дело по душе. Со своим опытом пришла на Сустрыши и Вольга Полошавец. Яна инвалид по зроку с дятинства. Сегодня у столичной предпринимательницы поспеховый бизнес у сферы модной спа-индустрии. На протяжении всей своей жизни я все время пытаюсь проходил в формате развивающих тренингов. Тому, что дировать законодавчую базу было легко и цикаво. Тем больше, в этом допомагали эксперты и бизнес-гуру. Организаторы засталися упевненными. У людей с обмежеванными махчимостями безмежные перспективы. Алена Кутузова, Димитрий Шауцов. Новин региона с Бабруйска. Что год в середине Кастрышника до середины листопада в Беларуси проходит месячник «Человек с белым кием». Его мероприемственно кераваны на то, якаб притягнуть увагу до людей с проблемами сроку. Причем про реальные справы. Наприклад, вельми важно наладить процесс оказания допомоги, кабьон был комфортным. У Ленинским Центры социальных обслуговывания насельництва Могилёва кажуть, гэта реально. Александр працюе на предприемстве Тэфлос-слесарам. Зрок сгубил у юнацтві. Вельми складано было простосоваться до новых умов життя. Да и у больш сталым узрости хапая проблем с адаптацией у громадстві. У Центра социального обслуговувания Ленинского района Могилёва працюе специалист, який готовый супроводить неведучиха человека для проведения административных процедур. Ті на цікаве мероприемство. Наводда, поможа одень не подобрать. С каждым человеком мы заключаем договоры и составляем план работы. То есть, ну, сегодня мы идем с ним туда-то, там, на следующей неделе мы с ним идем уже в поликлинику, культурно-поситительская работа таких людей. Стараемся их вывести на концерты, чтобы они услышали какую-то новую музыку, интересная база этих жизней, интересная база этих общения, познакомиться с другими людьми. Гэтым разом Александр записан на прием по особистых пытаниях. Недавно Александр отримал социальное жилье, али єсть тяжкости с переселением. Пришел сегодня обратиться за помощью, чтобы мне помогли материально. Все очень дорого. И цены, покушать, одеться и что-то купить с мебелью. На приеме мужчине подлумажили, что можно оформить допомогу. Единовременно на помощь до 10 бюджетов прожиточного минимума среднего на душу населения. Это на сегодняшний день 197 рублей 57 копеек умножаем на 10, то есть значительная сумма. Что касается разовой помощи средств фонда социальной защиты, то мы пределы ее, который может на районном уровне оказать, это один бюджет. У Ленинске в районе Могилева на улику каля 5 тысяч инвалидов. И кабьяны як мага меньше чували незручности в повседенном житте. Работники центра имкнутся зарабить больше комфортной систему обслуговывания. Алена Мельшанкова Миколай Соболю Новины региона Физики и математики из всей Беларуси приехали у Могилева и они еще раз доказали, что могут быть лириками и умеют выкладать свои предметы несумно. Школьные наставники обмениваются в опытом работы и обмярковывают переход на профильное навучание. Кто ранит цепи у каву поменяйтеся местами. Знакомиты детяшей гульней захопляются дорослые, а ле гэта майстер-класс. Минавито так в опытные наставники рекомендуют своим коллегам подчас уроков активизовать увагу детей. Всему научиться одному педагогу очень сложно. А когда мы начинаем общаться с другими людьми, принимать какие-то идеи, фишки, технологиями обмениваться, тогда, конечно, и образование становится с детьми работать гораздо интереснее. У Беларуси протягивается переход на профильное навучание для наставников предметников организованы и повышения квалификации, розные курсы, конференции. У додаток Могилевский институт развития адукации у першиню вырышил организовать творшие каникулы. Чтобы реконструировать серьезное наше образование, нужно принципиально поменять настрой и уклад самого общества, чтобы мы превратились из общества потребителей, общество понимания, что знания нужны. Физики и математики, что удельничают у фестиваля, меню уроки проведут потом у своих районах, а в наступном ходе планыть организовать стренинги не только для наставников докладных навук. Татьяна молодые спортсмены из Беларуси, России, Молдовы и Украины. Хлопцы и девочки будут смагаться за звание майстров спорта. Закрытие турнира памяти Миколая Королева отбудется 4-го листопада. На этом я с вами развитываюсь. До встречи. Еще больше новин на нашем сайте tvrmogilow.by